Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Итак, я начала коротко о главных событиях дня в Молдове и мире. Политформирование Патрии исключено из предвыборной гонки. В Кишиневе убита мать журналиста Дмитрия Чубашенко. Знаменитая российская актриса Калина Польских отмечает 75-летний юбилей. Итак, главная новость сегодняшнего дня. Политформирование Патрия, лидером которой является Рината Усатый, после целого дня заседания обсуждений судей апелляционной палаты все-таки была исключена из предвыборной кампании. Это решение можно обжаловать в течение трех дней, что, по заявлению Усатого, он и собирается сделать, хотя уверен, что решение высшей судебной палаты будет идентичным, но и отступать политик не собирается, действуя по закону и дальше, как это происходило до сих пор. По его словам, сегодня он общался с представителями большинства посольств в нашей стране. Вмешательство изне является единственным, хоть и довольно небольшим шансом, так как, по его словам, реформа юстиции в Молдове всего лишь фарс. Все происходящее являлось хорошо продуманным планом действий нынешней власти, заявляет Усатый. Напомним, накануне ЦИК обратился в апелляционный суд с прошением отменить регистрацию кандидатов депутатов от партии Патрия. Поводом стали материалы МВД, согласно которым на счета политформирования были переведены из-за рубежа 8 миллионов леев, около 500 тысяч долларов. Отмечается, что политическая сила использовала эти деньги в предвыборной кампании. Однако, по заявлению Сатого, никаких подтверждений этим фактам так предоставлено и не было. Отметим, что сегодня в прессе муссировали слухи о возможном снятии с предвыборной гонки и еще одного оппозиционного политформирования – партии социалистов. Накануне ЦИК рассматривал обвинения со стороны ДИМ-партии в адрес ПСРМ, а также якобы неучтенных в финансах, что могло послужить поводом и для их исключения. Кроме того, как сообщалось, комиссия должна была рассмотреть запрос партии коммунистов об увеличении избирательного порога до 11% для ПСРМ, поскольку их подозревают в скрытом избирательном блоке. С учетом же рассмотрения дела Усатого, этот вопрос был отложен, как заявлялось, на сегодня. Однако и сегодняшнее заседание было отменено. Как заявил в ответ Игорь Дадон, избирательная кампания 2014 года является самой грязной за всю историю современной Молдовы. В ход шли ложь, грязь, фальсификации, манипуляции, сфабрикованные фото и видеоматериалы с целью очернить оппозиционные партии. По его словам, все происходящее выходит за рамки как местного, так и международного законодательств. А потому он также обратился ко всем иностранным организациям и посольствам, аккредитованным в Молдове, с требованием остановить этот беспредел. О других событиях дня, в том числе и о других новостях предвыборной кампании, узнаем из рубрики «Короткой строкой». Депутат Григорий Петренко обвинил ПКРМ в предательстве. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях. На глазах у всей страны руководство ПКРМ предало нашего товарища Михаила Амерберга. Именно так депутат-коммунист прокомментировал реакцию Артура Решетникова на обыски, которые прошли вчера в доме секретаря первичной организации ПКРМ. Напомним, накануне в комментарии для РТР Молдова глава предвыборного штаба коммунистов Артур Решетников заявил, что Амерберг, задержанный по подозрению в подготовке госпереворота, никакого отношения к ПКРМ не имеет. Председатель ЛТПМ Влад Филат заявил в рамках сегодняшнего брифинга, что воскресные выборы в парламент важны как декларация о независимости Молдовы. Европейское будущее – приоритет не только для нашей партии, но и для всей страны. Граждане Молдовы хотят жить в мире стабильности и процветании. Это возможно только в случае присоединения к пространству стабильности, коим является Европейский Союз, заявил Филат. В Кишиневе прошлым вечером была убита мать известного журналиста, учредителя и директора газеты «Панорама» Дмитрия Чубашенко. По данным столичного управления полиции, звонок об обнаружении трупа 75-летней женщины поступил около 15-30. На место происшествия была отправлена оперативная группа. В ходе осмотра тела удалось установить, что жертве нанесли удары в область головы. Правоохранители собираются провести судмедэкспертизу, которая позволит установить точные обстоятельства смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Парламенты Швеции и Венгрии ратифицировали соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС. Как сообщает Инфотаг со ссылкой на зарубежные СМИ, накануне шведский Рикстаг ратифицировал договоры сразу с тремя странами – Молдовы, Грузии и Украиной. По мнению внешнеполитического комитета законодательного органа Швеции, соглашения являются важным политическим сигналом в значении демократии и устойчивого развития этих трех государств. Венгрия также ратифицировала в среду данные соглашения о НАПСК. Ратификация вступит в силу на будущей неделе, когда президент страны подпишет соответствующий указ, говорится в сообщении парламента Венгрии. В американском городе Чикаго открыто почетное консульство Республики Молдова. В официальной церемонии инаугурации приняли участие представители Депкорпуса, офиса губернатора, предприниматели и политические деятели. Кроме того, присутствовали представители многочисленных общин штата. Дорл Нассо, являющийся почетным консулом РМ в Чикаго, заявил, что приоритетом своей деятельности считает развитие и укрепление экономических, культурных и политических связей между Молдовой и штатом Иллинойс. Премьер-министр Юрий Лянко утверждает, что готов руководить будущим правительством, если в этом будет необходимость. Об этом премьер заявил в интервью для французского издания «Политик интернациональ». «Что касается борьбы с коррупцией, нужно в первую очередь менять настроение, менталитет граждан Молдовы. В этом плане мы рассчитываем на поддержку Европейского Союза, в том числе посредством миссии европейских судей в Молдове. После выборов возьмемся за глубокие реформы во всех областях», – подчеркнул премьер-министр. Юрий Лянко особо отметил, что вступление в ЕС – это проект модернизации Молдовы, и альтернативы у него нет. Новоизбранный президент Румынии Клаус Йоханес уже отобрал часть будущих сотрудников своей администрации. Так, согласно румынской прессе, социолог Дан Дунгачи возглавит новый департамент, который будет учрежден в рамках президентской администрации соседней страны. И отвечать он будет за румын, проживающих на территории Молдовы. Дан Дунгачи женат на журналистки из Кишинева, а самого президента Румынии Клауса Йоханеса завтра ожидают в Молдове. В Молдове снизилась стоимость проверки и сертификации сельхозпродукции. Об этом сообщил секретариат экономического совета при премьер-министре, напомнив, что возможность облегчения экспорта, названной молдавской продукцией, путем сокращения стоимости ее проверки и сертификации, рассматривалась на заседании экономического совета в сентябре этого года. Тогда глава правительства поручил компетентным органам упростить процедуры и снизить затраты на проверку и сертификацию сельскохозяйственной и агропищевой продукции, предназначенной для экспорта. Время узнать, что происходило сегодня и за пределами нашей страны. Прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили обвинение по делу об убийстве банкира Сандро Герглиани. По данным следствия, в 2006 году Саакашвили, злостно используя свое служебное положение, вместе с министром внутренних дел Ваномир Абешвили и главой прокуратуры совершили сокрытие преступления, фальсификацию следствия, покрытие участвовавших в преступлении высокопоставленных лиц и содействие уклонению от ответственности. Напомним, экс-президент Грузии уже фигурирует в ряде уголовных дел, среди которых разгон акции оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром телекомпании «Имиди», а также дела о вооруженном нападении на депутата парламента Валерия Гелашвили. О других международных новостях расскажет рубрика «Вокруг света». В Киеве сегодня прошло первое заседание Верховной Рады Нового Созыва, правда, под клики митингующих. У парламента, взятого под усиленную охрану, собрались около полутора тысяч человек, протестуя против того, что в Новую Раду попали 64 депутата, которые поддерживали политику Виктора Януковича. Тем временем парламентарии принесли присягу на верность. На пост премьера президент Порошенко внес кандидатуру только сложившего с себя полномочия Яценюка, и она была поддержана 341 голосом. Новоизбранный премьер подчеркнул, что готов поддержать курс Порошенко по реформированию страны и приступить к формированию нового правительства. Сегодня же было объявлено о создании коалиции партий Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Радикальной партии Олега Лешком, Объединение Самопомощь и Батькивщина. Всего 302 народных избранника. Кроме того, выступая на первом заседании Рады 8-го Созыва, Петр Порошенко инициировал изменения законодательства, позволяющие занимать высшие руководящие должности на Украине иностранцам. Из-за извержения вулкана на японском острове Кьюсю нарушено движение воздушного транспорта. Отменены десятки авиарейсов. Полетом препятствуют столб густого пепла, поднимающийся из кратера. Местные власти километровую зону вокруг вулкана объявили запретной. Окрестности Ассо сотрясают землетрясение, а раскаленный пепел из его кратера разлетается более чем на 30 километров, сообщает ТАСС. Ассо – один из крупнейших вулканов в мире. Его высота – 1592 метра. Знаменитая российская актриса Галина Польских отмечает 75-летний юбилей. Она известна молдавскому зрителю по фильмам «Я шагаю по Москве», а по семейным обстоятельствам «Тень исчезает в полдень человек с бульвара Капуцинов». Сегодня именинницу поздравляли многочисленные поклонники, друзья и коллеги, а также президент России Владимир Путин. «Ярко дебютировав в кинематографе, вы уже с первой ролью покорили и зрителей, и профессионалов удивительной искренностью и обаянием. Заставили говорить о себе, как о талантливой, неординарной актрисе», – отметил президент России. Галина Польских родилась в Москве 27 ноября 1939 года, а в 1964 году окончила в ГИК и начала работу в театре-студии киноактера. В 1979 году она стала народной артисткой РСФСР. А вот из Польши сегодня пришла печальная весть. Этим утром в Варшаве на 86-м году жизни скончался известный польский актер Станислав Микульский. Советские зрители запомнили его по роли Ганса Клосса. В культовом сериале «Ставка больше, чем жизнь». Микульский родился в 1929 году в городе Лодз. Дебютировал в фильме «Первый старт» в 1951 году. В конце 80-х годов был руководителем Польского культурного центра при посольстве Польши в Москве. Затем вел шоу на Варшавском телевидении. И в заключении информация от Национального банка Молдовы. Евро снова дорожает. На этот раз на 4 бана и будет стоить завтра 18 лев 68 банов. А вот американский доллар останется на вчерашних позициях. 14 лев 97 банов. Румынский лев поднимается на 1 пункт до 4 лев 22 банов. В то время как украинская гривна, напротив, 1 пункт теряет. Ее цена составит 98 банов. Без изменений останется курс рубля – 31 бан. Таким был этот день. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте rdr.md. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я же Алиса Коряк. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова